Ну что ж, татуировка у Татьяны практически готова. Они на диване уже почти всё доделали. Напомню, у нас в студии Денис Моренга, который прямо сейчас орудует тату-машинкой и пытается сделать что-нибудь неожиданное и красивое. Он не пытается, я даже больше скажу, у него хорошо получается. Мне отсюда не видно просто. Я вот всё жду, когда будет результат, чтобы уже посмотреть или улыбнуться, или посвязать, или порадоваться за тебя. Потому что, насколько вижу я и насколько шепчет мне Денис, то мы уже подходим к концу. Это не конечный вариант работы. Мы, безусловно, будем её доделывать. Безусловно, будем привносить в неё ещё элементы цвета теней. Она, возможно, потом станет ещё побольше. Но вот этот вариант, всё, что мы хотели сделать, мы успели сделать сегодня в студии. Денис, ну вообще, наверное, за один раз не делают, да, в татуировке? Делают-делают. Просто у нас такие условия полевые. В полевых условиях лучше разбивать. Вообще какие-то есть рисунки, да, более сложные, которые нужно делать поэтапно, может быть, когда используются цвета какие-то? Да, да, есть разные работы, которые из-за объёма, из-за сложности, одни делаются за несколько сеансов. Что здесь будете ещё доделывать, что ещё нужно сделать? О, тут много ещё интересного предстоит сделать. Белый цвет у нас будет, детали будут. Сегодня у нас первый сеанс. Просто показать, чтобы было видно, как это происходит. То есть будут ещё добавляться какие-то цвета, чтобы сделать какие-то более глубокие тени? Да, да, да. Ну и будет добавляться ещё какой-то элемент. Да, сам рисунок ещё, возможно, немного продолжится. Да. Но это всё уже насколько хватает полёта фантазии. Насколько хватает полёта фантазии. Дорогие телезрители, я жива. Это самое главное. Вот сейчас, наверное, покажу вам всем, что у меня на плече теперь красуется. Вот такая замечательная девочка. Как мне тут сказали, Алиса в стране чудес практически. Скажите, что теперь вот Тане нужно делать, чтобы всё хорошо зажило? Сколько, во-первых, заживать будет? И что нужно сделать, чтобы там не было никаких воспалений? Заживать она будет неделю. Рекомендации мы ей дадим. Оглашать мы их не будем. Сейчас мы её заклеим. Запакуем. Наверное, просто мы не будем рассказывать все истории, но стоит сказать, что татуировкой мало только набить. За ней нужно хорошо ухаживать, чтобы она хорошо зажила, чтобы не было никаких нюансов и моментов лишних. За татуировкой нужно хорошо ухаживать. Если вы хотите себе сделать тату, обязательно все рекомендации даст тату-мастер. А у нас в гостях сегодня был Денис Моренга. Мы провели такой необычный эксперимент, необыкновенный. Видя по твоему лицу, ты довольна результатом. На наш программ продолжается, не переключайтесь.